МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игрок завершил неделю с тремя очками и показателем полезности плюс три. На счету Мисарыша дубль в матче с Минским Динамом, победная шеба в поединке с Северсталью. А ведь игрок в составе Сибири всего месяц. Желаем Андрею продолжать в том же духе. Теперь к другим событиям континентальной хоккейной лиги. Смотрим традиционный обзор лучших голов и сейвов недели. Кто удивил нас на этот раз? Вновь на первом месте в топе лучших голов игрок Салавата Юлаева Николай Прохоркин. На прошлой неделе нападающий удивил нас шикарным проходом. А в этот раз выдал филигранную передачу на Артема Чернова. После такого розыгрыша Чернов не имел права промахнуться. Лучший силовой прием на счету игрока Спартака Артема Воронина в матче со СКА. Бывший защитник НХЛ, а ныне питерской команды Вячеслав Войнов долго принимал решение по оказавшейся у него шайбе. И зря за задержку игры нужно расплачиваться. Разве этому не учили за океаном? В топ-10 лучших сейвов недели попало спасение вратаря Сибири Никиты Беспалова в матче с Нижегородским торпедо. Никита не раз спасал ворота в той встрече, однако это не уберегло Сибирь от поражения в серии булитов. На первом месте вновь Юха Мецела из Амура. Каждую неделю этот финский вратарь выдает чудо сейвы. На этот раз по футбольному в прыжке, спасая свои ворота. Заплыв на пятерку. Полный комплект наград привезли новосибирские спортсмены с чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который проходил в Израиле. Наталья Ловцова стала обладательницей сразу двух медалей в составе сборной России. В смешанной кролевой эстафете 4 по 50 метров наша команда завоевала серебро, пропустив вперед сборную Италии. Бронзовую награду сибирячка завоевала также в кролевой эстафете, правда уже в составе женской сборной. Россиянки обновили рекорд страны, проплыв дистанцию чуть больше, чем за одну минуту и 36 секунд. На самом деле очень сильные были соперницы, даже по уровню они очень часто были чемпионками Европы и рекордсменками Европы. Тем более итальянки, там очень много стилонных спортсменок. А сами ожидали вообще такой конкуренции, когда вы летели? Конечно, я была готова. Самое собой, что я ехала бороться. Но для меня вот эти медали, они первые такого уровня высокого. И я довольна даже третьему и второму месту. Еще один новосибирский пловец Александр Клюкин вернулся домой с медалью высшей пробы. Российские пловцы подтвердили звание сильнейших в Европе в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем. С большим отрывом от соперников наша четверка лидировала в заплыве, начиная с первого этапа. «Предварительный отбор на чемпионате России. Нужно было войти в четверку. То есть я стал третьим на своей дистанции, на противнике. И получается первая четверка под в эстафете. Там еще кого-то рассматривали, конечно. Конфликт небольшой был. А так, ну, подбор прошел жестокий, можно сказать. Я какие цели ставил, я, получается, улучшил свой личный результат и в эстафете, и на сотке. То есть, ну, не хватило до призового места, стал шестым. Вот, ну, это моя первая Европа, так что буду стараться». Всего российские пловцы завоевали три золотые, семь серебряных и семь бронзовых наград и стали четвертыми в общем медальном зачете. На этом у меня все. Для вас работала Кристина Лата. Увидимся на ОТС. Продолжение следует...